Приветствую, господа! Мы едем сегодня на очень ответственную встречу. На самом деле мы везем Константина Петровича на экзамен по английскому. Вот и свершилось. Пришел тот момент, о котором мы говорили, потому что оказалось, что оценку мы не смогли вытащить. Из старых наших всех опций, которые я вам рассказывала, мы обратились в наше агентство, по которому мы делали. Значит, документы в Канаду. И обратились в школу, в этот институт французского, в котором мы делали. Все это у них сохраняется два года, потом это как-то уничтожается в архиве. Смысл тот, что я как и говорила, что неважно, что срок годности истекает. Для Министерства внутренних дел этот экзамен считается, даже после, спустя два года, ну, действительно. Потому что для них главная это оценка, а не когда вы делали этот экзамен. Вот. И сейчас Костя вот на эту тему нам расскажет. Итак, есть новые требования от Канады на подачу, при подаче на канадское гражданство, есть новый пункт, надо подтвердить уровень английского. На сайте канадского миграции и гражданства все описано, как это все делать. Но есть несколько, которые там не описано, что надо достать точно, как это достать информацию. То есть там написано, что есть два вида экзамена, есть IELTS, канадский, language, board, branch, какой-то там, benchmark. Какой-то там. Можно на него сейчас с ним сдавать. Он стоит в два раза дешевле, чем IELTS. И легче. Потому что можно сдавать только две части экзамена. Письменное, устное понимание и разговорную речь. На данный момент это надо оценку набрать в четыре. Сейчас. У них, если у вас нет бумажки по знаниям, нет бумажки вашего уровня английского, как у нас получилось, то есть мы сдали французский, но нам не дал никто никакой бумажки. Нет. Вот здесь вот нужно остановиться и дать свой совет, что эта бумага должна была бы у нас быть, если бы мы сами делали документы. Но так как мы делали через агентство, агентство, оно автоматически прошло сразу в Министерство внутренних дел. Еще раз. К французский экзамен никогда не идет человеку, надо специально отдельно попросить его. Да. Оно идет напрямую в Кебек. И в школу. Школа не отправляет дальше в Израиль. Она не отправила ни в агентство наше, потому что если бы нам отправила, они бы нам дали его в папке, которую нам вернули. Школа не отправила никуда. Школа взяла к себе. А в Франции, там, где мы сдавали экзамен, отправили в Кебек. Мы в школу не позвонили. Мы не в Франции сдавали экзамен. Мы сдавали во французском посольстве, которое экзамен отправили во Франции. Наш ответ, наш экзамен пошел на пророк во Францию. во Франции, или где-то может еще, может в Вене где-то, в канадской, кто-то проверяет на Кебек. Замены, отправлю в школу копию, и я отправлю в Кебек, иммигрейшн сервис. Школа в Израиле нам не переслала оценку, мы просто позвонили, и нам сказали, да, у вас оценка B1, либо B2. И все. Нету связи к агентству. Поэтому нужно, я людям пытаюсь сказать, что люди должны просить эту бумагу, для того, чтобы не оказаться в ситуации, в которой оказались мы, и многие другие, такие, как мы. Которые сейчас, после того, что они сделали этот экзамен, действительно, где-то эти результаты были. У них нет этого подтверждения. Поэтому надо просить вот это вот Эшур отдельно, это разрешение. Да, я думаю, это просто бумажка, положить в школу и попросить тебя отдельно. Чтобы она у вас была, и вы сейчас сэкономите свое время, свои деньги, и это просто ненужное. Какие нервы, ради бога, там не надо нервничать, там не такое большое требование. А если бы требования были не 4, а 6? Вот это было бы вообще тогда полная жопа. Поэтому мы говорим, Костя, о том, что люди должны рассчитывать. И брать это в расчет, это очень важно. И сейчас, так как мы не брали это в расчет, мы не знали. Но оказывается, что в Канаде весь ваш файл, при подаче на иммиграцию в Канаду, сохраняется в течение 3-4 лет. И вы можете попросить весь ваш файл у правительства. Есть сайт, называется Privacy Act какой-то, не помню точное название. Туда есть интернет-сайт, и нам можно дать ссылку, если что. И там вы заполняете данные. И в течение месяца 2 они вам придут весь файл, который у них есть на вас, когда вы подавали на иммиграцию. Там, в том числе, есть ваша оценка по экзамену, либо на французский, либо на английский, то, что вы сдавали. И с этой бумажкой вы можете подать на гражданство потом. Экзаменов есть несколько. Я же тебе говорю, экзамен вы заходите на сайт, на данный момент вам покажут, какие надо экзамены сдавать для подтверждения на гражданство. Сегодня это Альц и местный какой-то, через полгода-год, там может быть совсем другой экзамен. Конечно. Но вы должны проверить, не просто идти тупо как бараны на Айлц. Или Илц, Илц. Они тоже Айлц берут, если у вас есть Академик или Джейнерал, они Академик не принимают на данный момент. Они принимают только Джейнерал. То есть, если вы сдавали Академик, то они не примут, они его заставят и сдавать Джейнерал. И, в общем, Костя, тот, если Илц стоит где-то порядка 500 долларов, 400 долларов, этот экзамен 200. То есть, разница чувствуется. Да, то есть, можете заранее сдавать его не надо так сильно, чтобы на 4 года вперед. Но они принимают экзамен независимо от срока сдачи его. То есть, если бы я сдавал 10 лет назад, они могли его спокойно принять. Да, нету самого срока давности для документов при подаче на канадское гражданское. На данный момент, да. На данный момент это все работает. Окей, так что пожелаем Косте удачи. Костя едет сдавать. Мы снимем его после того. Да, мы его везем. Ура! Константин после экзамена! Поздравляем тебя! Расскажи нам, поделись впечатлениями. Как было все, прошло в подробностях. Нам всем интересно. Ты пришел. Там большое здание, много лифтов. Ты зашел в нужный тебе лифт. Ну, да. Я зашел в нужный мне лифт. Громчик. Мне девочка подсказала, в какой лифт надо зайти. Так. Она меня направила на правильный этаж. Потому что подняться на правильный этаж тебе нужен... А, ключ какой-то? Да, ключ. Так. Она сегодня до меня направила на 30-й этаж. На 30-й этаж, ужас. А сколько там всего этажей? 30 этажей. То есть... Да, это был... Самый главный этаж. Самый последний, да. Самый крутой этаж. Это был там, где мы были. Так. Была, понимаешь, наверх. Понимаешь, сразу это написано. Sleep pip test называется. Это в втором этаже. Sleep pip? Canada language and English... А, окей. International, наверное, какой-то программ. Как ты любишь все эти аббревиатуры постоянно расшифровывать? Всегда. Ну-ну. Вот поднимаешься туда, поднялся я туда. Там меня спросили, взяли бумажки, взяли мы карточку, с которой я открывал, регистрировался. То есть за карточкой, которая регистрировалась, с ней надо было и приходить. Ни копии, ничего не промокал. И можно было зарегистрироваться только с двумя карточками. Либо с permanent card, либо с паспортом вашим. То есть или permanent resident, или driver's license? Нет, либо permanent, либо паспорт ваш. А, именно паспорт, паспорт, окей. Либо паспорт. С которым ты типа въезжал в страну, в заграничный паспорт. Так. То есть либо это, либо это подходило к ним. Я зарегистрировался с permanent resident card. С ним надо было прийти. Мне фотографии. Приходишь туда, а там улыбаются. Как ты, как ты, как ты, как ты сегодня? Было много людей? Да, и степ по степу. Я пришел, я не видел, сколько было людей. До меня поднялся только один человек передо мной. Ага. Я поднялся. Они меня взяли, взяли мою карточку, проверили, завесли в компьютер, сфотографировали меня. Просканировали мой permanent card. Пальцы. Просканировали мой permanent card. Почки. Скажи, а сейчас ложись. А скажи, а сейчас ложись, раздевайся. Будем фотографировать. Так. Вот. Все сделай. Сколько минут это где-то взяло? Потому что они сказали, что надо прийти за 45 минут. То есть это действительно было оправдано или, скажем, за 10 минут я делал? Я видел, они приходили за 45 минут, пока я поднялся, они там уже спали. Они разбили временный лагерь. Да. Разожгли костер. Да, они разбили, поставили вик-бам, разожгли костер. Так. И все. Тут фотографируется, сканируется. Все вещи свои. Кошельки, телефоны, мобилки, ключи, часы даже сняли. Все сняли, положатся в сумку от Икеи. Да, сегодня уже часы, как известно, тоже могут быть компьютерами. Положили всю сумку. Ты идешь с этой сумкой. Хожешь, прячешь куда-то под стол, чтобы где-то ее не мог достать. И заходишь в класс. Класс разделен на 36 маленьких квадратиков. Типа кубиков этих. Кубиков есть. 36 кубиков есть. Компьютер, welcome, значит, там Константин. Да, welcome, Константин. How are you today, Константин? Так, потом, значит, пошла первая часть. Автоматически тебе выделяется время на каждый вопрос. Он сам перелистывается? Или ты сам перелистываешь? Нет, ну, есть между частями, можно перелистывать дни. Ну, и он много частей сам перелистывает. Ты успевал читать? Были длинные вопросы? Были, не, ну, вопросы не были длинные, вопросы довольно были короткие. Ну, давай, расскажи пример вопросов. Например, первая часть какая была? Ну, были вопросы, которые задавались двумя, ответы с двумя пониманиями. Ты читал книгу вчера? Я варианты ответов. Книга была неинтересная, ну, там я неинтересная, книга была неинтересная, первая, вторая, там, например, я вчера смотрел телевизор, либо там, ну, на улице было холодно. И еще такой один вариант, который... Костя, мы все время будем по таким стопам ехать? Я уже ее читал, эту книгу как будто бы. Ну, никакой вариант, возможно, я ее читал вчера или я ее не читал вчера. Ну, это подобные вопросы, как они говорят, они раз слух, и он надо отмечать. Такие были вопросы, наверное, 40 где-то всего. То есть вопросы-то не были сложные? Вопросы не были сложные, некоторые вопросы были, которые с двумя ответами были похожими. Ну, понятно, всегда у тебя есть заковырка, называется Трикс-Квестчинс. Да, называется Трикс-Квестчинс, как она говорит. То есть вы не можете понять, либо я читал книгу, она была неинтересная вчера, либо я вчера ходил в кино, я ее и не читал. Либо я ее уже читал. Либо я ее уже читал. Либо книга была неинтересная, либо я уже ее читал, потому что вроде кажется, что они два могут быть актуальными, они двое говорят про книгу. Да, да. Она была самая подходящая. Ну, то есть, мультипл-чоисе. Квестчинс. То, что американская система называется. Это не мультипл, это один чойс, я выбрал только. Ну, два. Мультипл-чоисе. Мультипл-чоисе. Мультипл-чоисе, наверное. Это была самая подходящая по менингу ответ. Если вас спрашивают про книгу, я считал, что я книгу не читал. Даже если я вчера она была уже занята или больше полезна, она уже не читала. Но потом были где-то три таких, где-то было вопросов, наверное, сорок, не сорок, где-то тридцать таких. Потом были где-то еще вопросов сорок, где-то они по тексту. Они говорят там текст на три минуты, где-то две-три минуты. И вам надо отвечать на вопросы. То есть у них есть какой-то диалог. Красивый бомендер. Да, и вам надо отвечать по этому диалогу по вопросам. вот там были такие опросы которые можно было есть пропускаешь многие некоторые слова которые в конце очень важны то есть в общем слушаешь но иногда в ответе требуется более специфическое понимание которое ты упустил при прослушке да вернуться не можешь еще раз начать в начале таких начали начальные предложения девочка работала в магазине по сдаче книжек по продаже книжек но обычно понимаете девочка работала в магазине а каком именно можно пропустить час то есть не было и девочка работала но я записал слово rent так я смогла в агенции по ремонту по сдаче машин работал я за пропуссию забыл за это вот и много не это некоторые такие были ответы которые это было очень правильно понять услышать надо легкие вопросы были несложные не был сложный уровень такой что ты думал боже мой что же здесь они хотят какие-то непонятные слова такого не было были непонятные слова но их было не много вот ноябре ткана были слова сложные только потому что их пропускаешь ты их не знаешь после изъел наработал магазина шоама дело вчера вопросы был а я знаю что она дело вчера на eyesnop better не работать девочка что она дело вчера яisten отдел �场 работа ну да то есть как бы проблема в том заключается что ты пытаешься как какие-то основные вещи уловить а вопрос как-то то есть когда ты слушаешь историю ты пытаешься как-то основные какие-то факты для себяgotinch запомнить А потом они спрашивают вопрос Про совсем какой-то не основной факт Получается Так, значит были Multiple questions Был вопрос, который на ситуацию Ответ на вопрос, какая-то дается ситуация Тебе нужно было, да, ответить И что было у нас еще? И потом Это был один такой большой пункт Второй был пункт, надо было разговаривать 7 Монологов она была, можно сказать 7 историй надо было рассказать То есть они тебе задают тему Как это, высвечивается тема Да, высвечивается тема, говорит Ваш друг вчера устроился на работу Как программист И вам надо, это первая его работа И вам надо рассказать ему Как вести себя на первый день на вашей первой новой работе Окей, тебе дается время для подготовки? Дается 30 секунд для подготовки 25 секунд, 29 и 60 секунд на ответ Ну, неплохо А еще фотография дается? Да, дается фотография И понятно было объяснить, что есть на фотографии Одна фотография была Что происходит в магазине, расскажи Да, не чипси Окей? Я уже не знаю К этому же, когда же фотографии Был еще один вопрос Раскрыть нам Что будет следующее По этой фотографии А, это как в детских историях Там дается, допустим, 3 картинки И рассказывается в этих картинках какая-то история То есть мальчик встал, почистил супы, позавтракал Там одевается И как вы думаете, какая будет четвертая картинка, что он будет делать дальше? Ну, там была одна картинка, она была рассказать две истории Ага Ну, частью я тормозил Периодически Ну, там у меня был такой понос, словесный понос И все, конечно, без серьезных слов Главное, чтобы не молчать Главное, чтобы не молчать Главное, чтобы не молчать Гал, хай, хеллоу, Джон Использовал какие, в основном, ты слова? Ты обратил внимание какие-то, какие ты больше... Хай, хай Нет, ну, серьезно, какие слова ты заметил, что ты больше всего использовал? Нет, потому что темы были все таки разные, что тебе надо было все по-разному раскрывать То есть все разные слова? Ну, все разные слова Ты можешь сказать про ресторан, гофишоп или там кафе И то же самое, что ты рассказываешь про другую работу Ты любишь эти же слова использовать Ну, ты использовал слово, например, well Well, я не использовал слово Я думаю Костя, закрой на уши, да? Я думаю Не well, не I guess Не использовал такие слова Supposed to Supposed тоже не использовал Просто обычный все, что знал Should have had Do, make Ничего такого не использовал? Нет Поэтому надеюсь, что на друг 4 Молодец Вау